Чили захватить форт Дуамон, ключевой пункт германской обороны. А сейчас отойду, что будет? Копать можно, вижу. Секретов нету, да ладно. Да ладно, так что ли? А куда дальше? Лол. Интересный подкоп. А, пропустил где-то одну штуку, ладно. Чертеж последнего изобретения отца Анны, четырехкратного двигателя. Четырехтактного. Какое сложное устройство, для чего вообще оно нужно? Четырехтактные, это же самолеты. Если я не ошибаюсь. Че мне делать? Не понял. Да блин, как мне тебя рассчитать-то? Стой, я пытаюсь. Давай-давай-давай. Амари! И че, мы проиграли? Да нереал же, алло, как я это сделаю? Это прям жестко рассчитать надо. Либо я туплю где-то, либо я не знаю. Давай-давай-давай-давай-давай. Успей-успей-успей-успей, дашь-стап тебе. Успей-успей-успей-успей. Черт. Да господи! Успей-успей-успей. Че, динамит, да? Неприятно? Фууу. Хо-хо, как пафосно. Хо-хо-хо. Вот это жахнуло. Как говорится, жахнуло, так жахнуло. Частично разрушен. Немцы смогли его удержать. Операция провалилась. Почему провалилась? Мы разнесли полуфортатиш. Хорошо, нет? Какая дальше история? Маковые поля. Родная моя. Война забрала у меня лучшего друга. Он был для меня как брат. Я не представлял, как трудно будет проститься с ним навсегда. Есть и хорошие новости. Карл сейчас вдали от фронта. Он поправляется. Увижу с ним, как только смогу. Напиши про себя. Как вы там? В Сен-Миеле стало спокойнее? Карл узнал, что все стало намного хуже. В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял, войне не будет конца. И принял решение. Нужно бежать. Да ладно, теперь два военно-пленного типа игра. Так, ну-ка, дневник. Ух ты, еще предыдущая запись не читанная. Сегодня Виктору исполнился год. Боже, как я по нему скучаю. Сколько еще будет продолжаться эта война? Как же мне хочется получить перевод Сен-Миеле, ведь по-прежнему в руках немцев. Вот уже 11 месяцев я прозябаю в этом лагере для военнопленных. Что находится к югу от Реймса? Мое здоровье постепенно восстанавливается. Я же... Я уже даже могу ходить. И все благодаря Ане. Новое письмо. Мари сильно меня встревожила. Она сообщила мне, что Виктор тяжело заболел. И Сен-Миеле ему ничего не поможет. Я должен выбраться отсюда. Ага. Виктор заболел. Уже 3 дня он ничего не ест. Стал очень бледным и слабым. Ему нужно мясо. Но у меня его уже не осталось. Надеюсь, он все-таки скоро поправится. Новое письмо от Карла меня успокоило. Он снова может ходить. Там в лагере за ним постоянно ухаживает медсестра. Сегодня очень грустный день. Не стало Фредди и Уолта. Пусть их души упокоятся с миром. Фредди и Уолта? Да ладно, это же эти. Так, жизнь в лагерях для военнопленных. Даже в плену между участниками боевых действий сохранялись классовые различия. Офицеры и простые солдаты содержались в разных лагерях. Пленные нередко голодали. Особенно сильно в тех случаях, когда в ближайших к лагерю районах еды не хватало даже мирным жителям. Наихудшие условия содержания были по вспоминанию очевидцев на территории Германии и России. Часто пленных заменяли ушедшие на фронт гражданских. Пленные, ага. Их заставляли работать на заводах по производству боеприпасов на фермах и в штатах. Хочешь жить и не такое поделаешь, да? Кусачки нужны. Да, знаю я. Ой, что и что? Блин. Дай мясо. Лагерь боеннопленных. Можешь зайти туда, зайти туда, зайти сюда. Ага, там попойка. Господи, сколько всего. Большое место, слушайте. Так, я даже не знаю, где вы проходите. Так, нужна аптечка. Ох ты ж, Господи. А, давайте сначала пойдем и пойдем по кругу. То есть от начала и дальше. Так, что я могу сделать тут? Но лагеря не прикольно продумали. Он такой большой здесь. Что здесь у нас? По идее, вот здесь должен быть сейчас выход обратно. И зачем мне это? Ага, чем-то надо трубу починить. Понял. Бада. Опа. Первая штучка. Не первая. Так, записные книжки. Пусти укажет солдата на войне. Была записная книжка, в которой он записывал события и переживания своей жизни. Благодаря таким книжкам, историкам стало много известно об ужасах войны. Да. Значит, он едят вовсю, пьянствуют. Сволочь. Что это? Шкунки, да? Пройти нельзя. Уходи, говорит. Но там есть секретка, как-то надо его выманить. Так, письмо венгерского военнопленного. Уважаемый господин Диншталь, уже три месяца я нахожусь в лагере для военнопленных в Реймсе. Относится к нам неплохо, но я все равно считаю дни до освобождения. С вашего позволения, после войны я бы хотел вернуться на должность бригадира. Я не утратил прежних навыков, и хотя у меня сейчас не те, уверен, что вскоре смогу полностью восстановиться. С нетерпением жду вашего ответа. Есть секретка, как обойти, пока непонятно. Как починить трубу с водой, тоже непонятно. Что у нас здесь есть? О, говорит, баба и меня. Уголь, а зачем мне уголь? Ага. В начале войны жетон германских солдат из разных регионов сильно отличался от друг от друга, как формой и материалом, из которого был сделан, так и указанием на них информации. В сентябре, бла-бла-бла, бойцы, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, ладно, стоп. Давайте я попробую взять уголь. Возможно, углем. Я могу починить трубу. На-на. Я же говорю. Чем я не профи? Так, стоп. Вода идет оттуда. Это, как я правильно понимаю, да? Ага. А-а-а. И чё, я дальше с этим делать? А, да ладно. Фигаси, загадки пошли. А зачем эти подтяжки? А вот это вопрос, я не знаю. Ну, выкинуть я не могу их. Подтяжки меня никто не просил. Интересно. Очень интересно. Куда мне использовать подтяжки? Ему нужны сигареты. А вот и мясо. Тебе, что ли, нужно были? И чё я у тебя получил? Аптечку. Аптечка кому-то там нужна была. Я четко помню. Это нужно было где-то... Тут. Тут. Сейчас. Это сейчас. проехал давай повязка нафига мне повязка с этим делать а нафига мне повязка мне нужен табак табак я могу забрать только у тех парней он мне даст мясо а типа из единого клуба так тирк повару даже не знал что есть такие повязки так что это заключенный лагерей для военнопленных страдали от голода и часто воровали еду в таких самодельных металлических коробках родили хлеб и печенье отправляясь на работу владелец брал коробку с собой чтобы быть уверен что его сухой паёк никто не стащит фигасе это надо надо нам освободишь время мало ну в общем какую-то секретку не нашел что делать давай быстрее блин а почти получилось Так вот какая твоя история Фига себе злоще делает Я управляю, нет? А Это непонятно Я играю, не я играю Хороший песик Давай узнаем историю История ни у кого не добавилась Не дай бог потом появится Так, бронетехника, штурмовая артиллерия Была придумана в годы войны Как средство для прорыва вражеской обороны Именно тогда началась Началась разработка первых прототипов бронированной техники Командование обратило внимание на тот факт Что использование машин на колесах Среди траншей было малоэффективно Инженеры занимались прототипами Немедленно приступали к работе Над данной проблемой В итоге нашли тактическое идеальное решение Снабдили свои детища гусеницами Прикольно Нейтральная зона Нейтральный зон назывался участок земли Между траншеями воюющих сторон Его ширина составляла от 50 до 100 400 метров Днем нейтральная зона находилась под постоянным наблюдением И любой, кто осмелился показаться из траншеи Тут же получал пулю Однако по ночам обе стороны Устанавливали в этой зоне заграждение Из колючей проволоки И расставляли различные ловушки Чтобы защитить траншеи На этапе позиционной войны Большая часть бойцов погибла Именно в нейтральной зоне Ну, не так уж там много Где? Ищи Понятно Да нет, отпусти ее Че делать дальше? Ага А нет Фонарик Фонарики широко распространены в окопах Армейские фонарики носили на патронтаже И работали от батареек О! А, в смысле, ты сам поставишь? Блин, так пафс находит Ха! Фига себе, разнесло все Так Ну, я вижу одну штучку Куда нам надо попасть О, штык-нож, да? Сломанный немецкий штык-нож Да, длинный широкий немецкий штык-нож Позволял спарывать грудную клетку И ломать ребра врагов Давай, види меня Изи вообще Даже думать-то особо не надо было Так, мы нашли вот эту пружинку Че дальше? Да, вон че-то бегают И че? А, это я управляю? Прикольно Вперед! Нет, так выйти из него Никак А, как выйти-то? Дохлая крыса Дохлая крыса Особенно Особенно Приготовлена на вертеле Настоящий деликатес Для голодающего Время войны Ну, в принципе Мясо есть мясо Так что Какая разница Так, что мы можем? Что это дает? Понятно Я знал, что надеется здесь валяется Пока непонятно, что делать Так, немецкая марка Подверглась Стремительной девалюации Во время войны Что позволило Обеспечить военные Расходы Германской империи Немецкие солдаты Впрочем, как и солдат Союзников Получили жалкие гроши Менее 16 марок в месяц Это составляло Примерно 50 футов В 84 доллара В сегошней валюте Что-то непонятное В принципе Мы все нашли А-а-а Он говорит Ему нужна треугольная Стоп Стоп Да нет, как-то Вот так, по-моему Да Я понял, что я не Тополь Ну, понял Ну, вот же Похоже Я нужен Чистый квадрат Нет, ему нужен Чистый ромб Да ему же нет разницы Или есть разница Это же ромб будет Или я не понимаю Че-то Ну, это ромб, нет Нет, это не ромб Ладно Сейчас Примет Или не примет Надеюсь До миллиметра Он выравнивать не будет А то это будет Кабсидец полный Спасибо за субтитры изяще у нас теперь есть свое оружие вперед на войну че значит я жму вверх ха да и где эти цепелины чтобы я чувствую мощь если честно эти постреляю нет болен я думал про канает то есть просто ехать нельзя надо именно как-то рассчитать да все так ладно здесь есть просто главное фигачить фигачи быстро не ошибешься фух я фигачил быстро и чуть не опять не умер а понял на на ой нехорошо здесь как да а а а а а если хочет получить еще ч хо-хо здесь даже дома разрушается все все в хламину прикольно что на все разрушается французские солдаты встретили везунчика фредди как героя эмиль написал анне что ее отец освобожден и уже вне опасности но эмиль и фредди воссоединились ненадолго 14 мая 1916 года фредди отправили на сомму а полк эмиля разместили в окрестностях стоящей на холме деревне деревня называлась вакуа здесь боевые действия ушли под землю надежно засев в траншеях противники начали выть туннель началась подземная война так там нужно кого-то помощь горит иди так фредди жив да не зря да не зря его кличет везунчиком и наш умница вал тоже спасся дела теперь не так плохи все здесь зовут меня везунчиком фредди если бы они только знали слепая дача тут совсем ни при чем все это происходит только благодаря тебе ведь это ты согреваешь меня своим светом и и я каждый день эти думаю родная боже мой карл мертв он все время говорил о своем сыне викторе когда карл рассказал мне о том что виктор болен его взгляд был каким-то странным должно быть он попытался сбежать чтобы увидеть сына это ужасно как мне теперь рассказать обо всем и милю в смысле мертв он же просто в плен попал нет так а вокой подземными подземно-минная война под холмом вакуэ расположены к западной верден развернулась настоящая подземная война каждый из воюющих сторон старался подвести туннель под сооружение противника зачастую инженеры работали буквально в паре метров от своих коллег из вражеского лагеря по мере того как стороны осваивали пневматические инструменты для бурения и системы вентиляции туннелей прокладывались все глубже в ходе военных действий холм был полностью обезображен ведь под ним было взорвано более сложности 500 тонн тротила офигеть здесь шесть вещей кому-то нужна помощь битбе а то есть так спустилась да пустишь горят иди сша помоги почему он не дает умер сначала иди туда сначала помоги да господи горят помоги и помоги на фуху ладно считается ладно помочь так помочь притащи мера да да не бойся ты че снизу дата нужна помощь детонатор так но я вроде не умер Не знаю, куда я тебя отправил. Куда я тебя отправил? Блин, там покопать что-то можно, вижу. Так, это всё сложно. Иди, копай. Вот. Чё, такое подслушивающее устройство? Такие устройства напоминают гигантский стектоскоп, используя для прослуживания вражеских тоннелей и подкопов. Последние делались под вражеским тоннелями с целью их оборудования. Да, бла-бла-бла-бла. И зачем мне это? А-а-а! Ну я могу сам закинуть, в чём проблема? Не понимаю. Проблем же нет. Так, непонятный начальник. Иди. 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 Это какой-то может быть накидеть? Да господи! Аккин! Он в общем... Это что? Ага. Здесь делать по большей степени нечего, да? Чё это такое? О, чё-то упало. Телефонный кабель. Первые телефонные кабели были одножильными, что задавало серьёзные проблемы с безопасностью. Прослушиванием телефонных переговоров занимались специальные подразделения. Для этого оператору подслужки достаточно было подключиться к кабелю напрямую, оставаясь при этом незамеченным. Чтобы решить эту проблему, инженеры электросвязи создали двухпроводную систему, которая серьёзно усложнила прослушивание переговоров. Продолжение следует... Так, ладно. так тут где-то к чувак кричал помоги мне давай взорви всех чертю ты выжил так информационный листок генштаба каждый генеральный штаб выпускал ежедневный информационный бюллетен для журналистов и солдатов бюллетен вскоре стал инструмента пропаганды который помогал генералам контролировать военные гражданские военные пространства так со 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 конечно мило а как я потом выбираться буду а вон секрет что это леденцы от кашля коробка лицов от кашля солдаты подвергалась газовой атаке страдали от воспаленных дыхательных путей использовались для облегчения боли конечно да не самое приятное канарейка газ умер но я понял да вижу я ок я выбираться буду меня там было сверху зайди помоги а теперь тут то туда то сюда немецкий солдат прохода нет пойдем туда он раз не наш враг но вроде не наш хотя похож на нашего врага то есть я мог его бросить да хотя и миль не такой скорость игра на это не рассчитывается а как каждый раз забывай какие кнопки где использовать наверх франция давай удачи но сейчас за такое могли убить наверное что враг же иди неси припасы так точно где припасы припасы туда да а я могу зайти в другую комнату где горели зайти может только тогда когда надо могу мне кажется кажется это связано эти вот сверху копает мы здесь шаримся надо припасы так припасы мне нужен ключ квадратный где вы выкакаю так британский солдатский жетон британский солдатский жетон претерпел несколько изменений в начале войны солдаты выдавали они умелевые диски но из-за огромного количества добровольцев производителей не могли угоднаться за спросом на них алюминий диск заменили на красный жетон из-за вулканического волокна чтобы решить проблему неопознанных трупов бла 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 так стоп я сейчас вино чем с ним делать а неожиданно конечно привет солдатики нужны припасы да знаю я а мне нужен ключ глупый собака чё там дырешь технически мы обменяли так мне осталось найти последнюю вещь какая-то маска не знаю что это такое еще конечно прикольно что в истории вот так вот все копали там они могут сверху копать в этом снизу копаем агрю в войне выдумывали такие вещи что нам такое не снилось как говорится а вот и последняя штука траншейный фонарь складной фонарь который можно было хранить весьми вещь мешках внутри помещалась свеча которая благодаря конструкции фарня не гасла на ветру по медальку дали когда ты ходишь все вещи дают медали полечит и засыпаю а где физика а по-моему раньше здесь динамита не был так протянута блога вот вам забирайте хохо значит кто ниже копает тот и правда да да отстой умереть под завалом никто не хотел французские офицеры гордились большими вражескими потерями но взбешенный эмиль отказался от награды произошедшие он считал актом трусости и все же эмиль с фредди были рады они спасли отца анны вырвав его из лап барона ну барон дожив больше не использовался во вред людям хороших новостей было мало о них хотелось думать подольше но от анны пришла страшная весть карл был убит при попытке побега из лагеря военнопленных да не показали же что он убит ночевые но я говорю вот сейчас его там поймают отпустят нет ну мы продолжим потом всем пока